Уроки математики Решать примеры и задачи на умножение и деление Для того, чтобы выполнить все задания нашего урока, вам потребуется знание таблицы умножения и деления на 2 Ну а сейчас давайте с вами поиграем Помогите, пожалуйста, бабочкам найти каждый свой цветок Для этого вы должны решить примеры, которые вы видите на цветках Начнем игру Получилось? Давайте проверим Каждая ли бабочка нашла свой цветок 10 разделить на 2 получается 5 2 умножить на 7 получается 14 2 умножить на 3 получается 6 18 разделить на 2 получается 9 И 2 умножить на 4 получается 8 Молодцы! Вы помогли бабочкам? А вам помогла таблица умножения и деления на 2 Для того, чтобы решить следующее задание, вам нужно, ребята, вспомнить, как называются числа при умножении Вспомнили? Первый множитель, второй множитель, произведение Определение, делимое, делитель, частное Сейчас вам нужно составить примеры и их решить Первый множитель 2, второй множитель 6 Найдите произведение 2 умножить на 6 получается 12 Делимое 10 Делитель 2 Найдите частное Подумайте 10 разделить на 2 получается 5 Найдите произведение чисел 2 и 9 Что значит произведение? Это значит умножить 2 умножить на 9 получается 18 Найдите частное чисел 14 и 2 Частное Это разделить 14 разделить на 2 получается 7 Молодцы, ребята! Вы замечательно справились с этим заданием А сейчас я предлагаю вам решить задачу номер 1 на странице 85 нашего учебника математики Прочитайте, пожалуйста, задачу Для ремонта купили 8 банок краски по 2 килограммов каждой Сколько килограммов краски купили? Составь и реши две задачи, обратные данной Подумайте Скажите, ребята, что известно в этой задаче? Правильно Известно, что купили 8 банок краски по 2 килограмма в каждой А что нужно найти? Верно Нужно узнать, сколько килограммов краски всего купили для ремонта Давайте с вами сделаем схематический рисунок Который поможет нам выбрать действие для решения этой задачи Итак, вы уже, наверное, догадались, каким действием мы будем решать эту задачу Правильно Нам поможет действие умножения Давайте запишем решение задачи 2 умножить на 8 получается 16 Ответ 16 килограммов краски купили для ремонта А сейчас, ребята, давайте составим с вами обратные задачи На прошлом уроке мы с вами учились составлять обратные задачи Давайте вспомним еще раз, какие задачи называются обратные Вспомнили? Обратные – это такие задачи, в которых известные числа становятся неизвестными Итак, составляем первую обратную задачу Для ремонта купили 16 килограммов краски в банках по 2 килограмма каждая Сколько банок краски купили? Подумайте, как мы решим эту задачу? Верно Для этого нужно 16 разделить на 2 Получается 8 банок Итак, 8 банок купили краски для ремонта Составляем вторую обратную задачу Для ремонта купили 8 банок краски Всего 16 килограммов Сколько килограммов краски было в каждой банке? Проверяем ваше решение 16 разделить на 8 получается 2 2 килограмма краски было в каждой банке Молодцы! Вы вспомнили и правильно составили, а также решили обратные задачи А сейчас предлагаю вам рассмотреть таблицу в задании номер 5 на странице 85 Подумайте Какое правило поможет заполнить пропуски в этой таблице? Верно Это правило нахождения неизвестного множителя Давайте внимательно посмотрим на таблицу Итак Первый множитель 2 Второй множитель 4 Вам нужно найти произведение Вспомнили? Молодцы! 2 умножить на 4 4 получается 8 Смотрим дальше Первый множитель неизвестен Второй множитель 5 Произведение 10 Чтобы найти неизвестный первый множитель Нужно произведение разделить на известный второй множитель Делим 10 разделить на 5 Получается 2 Рассматриваем дальше Первый множитель 6 Второй множитель неизвестен. Произведение 12. Как найдем второй множитель? Верно. Для этого произведения нужно разделить на известный первый множитель. 12 делим на 6. Получается 2. Первый множитель неизвестен. Второй множитель 7. Произведение 14. Находим первый множитель. Второй множитель неизвестен. Первый множитель 8. Произведение 16. Найдите второй множитель. первый множитель неизвестен второй множитель 9 произведение 18 найдите неизвестный первый множитель а теперь давайте проверим правильно ли у вас получилось 14 разделить на 7 получается 2 16 разделить на 8 получается 2 и 18 разделить на 9 1 неизвестный множитель мы нашли это 2 молодцы ребята вы справились и с этим заданием успешно и так сейчас я предлагаю ребята вам выполнить задание номер 4 на странице 85 нашего учебника посмотрите внимательно на это задание что мы должны сделать в этом задании правильно мы должны сравнить единицы длины а что значит сравнить верно сравнить это значит поставить знаки больше меньше или равно но для того чтобы выполнить это задание правильно мы должны с вами вспомнить единицы длины и так вспоминаем в одном сантиметре 10 миллиметров. А чему равен 1 дециметр? Верно, 1 дециметр равен 10 сантиметрам. А теперь начинаем сравнивать. 5 сантиметров 3 миллиметра нужно сравнить с 60 миллиметрами. Рассуждаем. В одном сантиметре 10 миллиметров. А у нас таких сантиметров 5. Значит, 5 нужно умножить на 10, получится 50 миллиметров. И еще 3 миллиметра получается 53 миллиметра. Итак, 53 миллиметра меньше, чем 60 миллиметров. Решаем следующий пример. 8 дециметров 4 сантиметра сравниваем с числом 82 сантиметра. Рассуждаем. В одном дециметре 10 сантиметров. У нас дециметров 8. Значит, 8 умножаем на 10. Получается 80. 80 сантиметров. И еще 4 сантиметра. 84 сантиметра. Сравниваем. 84 сантиметра больше, чем 82 сантиметра. Аналогично сравниваем числа во втором столбике. 6 сантиметров 9 миллиметров и 69 миллиметров. 6 сантиметров 9 миллиметров переводим в миллиметры. Получается 69 миллиметров и 69 миллиметров. Догадались, какой знак нам надо поставить? Верно, знак равно. 3 дециметра 2 сантиметра. Сравниваем с числом 23 сантиметра. 3 дециметра 2 сантиметра это 32 сантиметра, а 32 сантиметра больше, чем 23 сантиметра. Давайте посмотрим еще раз, как нужно правильно записать решение этих примеров. Итак, мы с вами вспомнили, как нужно сравнивать единицы длины. Итак, наш урок подходит к концу. Давайте вспомним, какие задания мы выполняли на сегодняшнем уроке. Мы с вами решали примеры, вспоминали таблицу умножения и деления на 2, составляли обратные задачи, а также учились сравнивать единицы длины. Я надеюсь, что все эти знания помогут вам выполнить самостоятельно домашнее задание, которое будет находиться на странице 85. Я предлагаю выполнить вам номер 2, в котором вам нужно решить задачу, а также составить обратные задачи. И номер 7, где вам нужно решить примеры. Спасибо за внимание, ребята. До свидания. До новых встреч. Здравствуйте, ребята. Мы начинаем урок русского языка во втором классе. Пусть этот день несет нам радость общения, наполнит сердце благородными чувствами. Тема нашего урока – единственное и множественное число глаголов. Закрепление. Сегодня на уроке мы закрепим единственное и множественное число глаголов. Давайте вспомним, а что же такое глагол? Глагол – это часть речи, которая обозначает действие предмета и отвечает на вопросы, что делать, что сделать. Глагол в единственном числе обозначает действие одного предмета. А глагол во множественном числе обозначает действие двух или более предметов. Теперь рассмотрим примеры и вспомним, от чего зависит число глагола. Прочитайте предложение. Книга лежит. Что книга? Книга что делает? Лежит. Глагол лежит обозначает действие одного предмета. Это форма единственного числа. Прочитайте предложение. Книги лежат. Что книги? Книги что делают? Лежат. Глагол лежат обозначает действие многих предметов. Это форма множественного числа. Делаем вывод. Число глагола зависит от числа имени существительного, с которым глагол связан. А сейчас выполним интересное задание. Прочитаем предложение. Изменим форму единственного числа на форму множественного числа. Утка кричит. Дятел стучит. Собака молчит. Мороз трещит. Ворона кричит. А сейчас выполним следующее задание. Распределим глаголы в два столбика. Форму единственного числа и форму множественного числа. Читают. Бегает. Ходили. Прыгает. Гремят. Собирают. Поет. Купили. Плавает. Светит. Итак, первый столбик. Единственное число. Бегает. Бегает. Прыгает. Поет. Плавает. Светит. Множественное число. Читают. Читают. Ходили. Гремят. Собирают. Купили. А сейчас откройте учебник на странице 77. Выполните упражнение 133. Прочитайте. Составьте предложение с каждым глаголом. Вопросы замените именами существительными. Запишите предложение. Кто надевает что? Кто одевает кого? Кто одевается сам? Сама. Ребята, а кто знает, когда говорят одеть, а когда говорят надеть? Одевают кого-то. Дочку, куклу. Надевают что-то. Шапку, пальто. Выполним проверку. Ваня надевает куртку. Мама одевает Костю. Ваня одевается сам. А сейчас предлагаю прочитать веселое стихотворение. Восстановим смысл предложений. Поставим слова на место. Назовем глаголы. Определим их число. Огурцы играют в прятки. Малыши растут на грядке. Мушкетеры спят во враге. Поросята точат шпаги. Раки в цирк бегут ватагой. Дети дремлют под корягой. Волки плавают по дну. Щуки воют на луну. Выполним проверку. Малыши играют в прятки. Огурцы растут на грядке. Поросята спят во враге. Мушкетеры точат шпаги. Дети в цирк бегут ватагой. Раки дремлют под корягой. Щуки плавают по дну. Волки воют на луну. Глаголы играют, растут. Спят, точат, бегут. Дремлют, плавают, воют. Отвечают на вопрос, что делают. Стоят в форме множественного числа. Угадаем предметы по их действиям. Назовем глаголы. Определим число. Светит, сияет, греет. Что? Солнце. Светит, сияет, греет. Отвечают на вопрос, что делает. Стоят в форме единственного числа. Бегают, прыгают, лают. Кто? Собаки. Бегают, прыгают, лают. Глаголы стоят в форме множественного числа. Течет, журчит, льется. Что? Ручей. Течет, журчит, льется. Отвечают на вопросы, что делает. Стоят в форме единственного числа. Итак, на уроке мы закрепили наши знания о глаголе и повторили, как определять число глаголов. Глагол – это часть речи, которая обозначает действие предмета и отвечает на вопросы, что делать, что сделать. Глагол в единственном числе обозначает действие одного предмета, а глагол во множественном числе обозначает действие двух или более предметов. А теперь мы переходим к домашнему заданию. Открыв учебник, на страничке 76 вы увидите упражнение 131. И, пользуясь теми зданиями, которые вы получили на уроке, вы выполните задание. Прочитайте выразительно. Выпишите глаголы. Определите число глаголов. До свидания. Здравствуйте, ребята. Конечно же, начнем с того, что мы вспомним, о чем говорили на прошлом уроке. Мы узнали биографию Эдуарда Успенского, познакомились с рассказом «Чебурашка». А дома вы должны были внимательно прочитать этот рассказ и нарисовать иллюстрацию к нему. Надеюсь, у вас все получилось. Тема нашего сегодняшнего урока – Эдуард Успенский «Чебурашка». То есть мы с вами продолжаем работу над этим произведением. Мы еще раз перечитаем этот рассказ, разделим его сегодня на части и будем составлять план. А как вы думаете, для чего нужно уметь составлять план? Составление плана способствует лучшему запоминанию текста. Итак, давайте сейчас коротко вспомним, о чем идет речь в этом произведении. Был себе такой герой, неизвестный Чебурашка. Он случайным образом попал в ящик с апельсинами. Этот ящик поместили на корабль. Корабль приплыл в большой город. Далее Чебурашка попал во фруктовый магазин. Директор магазина дал ему имя Чебурашка. И потом отнес его в зоопарк. Но в зоопарке его не приняли. И тогда директор магазина отнес его к директору магазина уцененных товаров. Тот предложил Чебурашке работу и поселил его в телефонную будку. Итак, Чебурашка получил работу в магазине и стал жить в телефонной будке. Давайте разделим сегодня текст на части, используя вопросы, которые даны у вас в учебнике. И составим план этого текста. Итак, давайте подумаем и постараемся определить первую часть текста по вопросу, было ли у Чебурашки имя. Для этого вы сейчас посмотрите в свой учебник, возьмете карандаш и поставите галочку именно там, где вы считаете нужным. А галочка ваша должна стоять после предложения «Вот так вот и наш зверек, он никогда не задумался над тем, как его зовут, будто просто жил себе, да и жил в тропическом лесу». Справились? Итак, как мы озаглавим эту часть? Давайте назовем главную мысль. Ну, думаю, наиболее подходит зверек, которого сначала никак не звали. Определим вторую часть текста по вопросу, как Чебурашка попал в ящик с апельсинами. Подумайте и поставьте галочку. Проверьте, пожалуйста, галочка должна стоять именно в этом месте. Как мы озаглавим эту часть? Определим главную мысль. Апельсиновый завтрак. Давайте определим третью часть, используя вопрос. Как Чебурашка совершил дальнее плавание? Мы помним с вами, как он попал на корабль. И галочка ваша должна стоять после предложения, когда их открыли, в одном апельсинов почти не было, а был только толстый-притолстый Чебурашка. Сравните и проверьте. Придумываем название к этой части. Далекое путешествие. Определим следующую часть по вопросу, почему Чебурашке дали такое странное имя. Проверяем. Галочка должна стоять именно в конце этого предложения. Ну, а название придумаем мы. Его зовут Чебурашка. Определяем пятую часть текста по вопросу, почему Чебурашку не приняли в зоопарк. Итак, мы помним, что ему отказали, так как он был неизвестный науке зверем. Галочка должна стоять после этого предложения. А название дадим Чебурашку в зоопарк не приняли. Шестую часть нужно определить по вопросу, как он оказался в магазине уцененных товаров. Итак, мы помним, что директор магазина отнес его к директору магазина уцененных товаров, и там ему дали работу. Пожалуйста, проверьте, правильно ли вы поставили галочку. Ну, а заглавим мы эту часть «Работа в магазине уцененных товаров». Ну, последнюю седьмую часть наиболее легко определить, да, по вопросу «Где жил Чебурашка?» Как мы заглавим эту часть, называя главную мысль, определяя главную мысль этого текста? «Дом для Чебурашки». Итак, проверим, что же у нас получилось. Мы с вами составили план, который вы должны записать аккуратно в свою тетрадочку. Зверек, которого сначала никак не звали, апельсиновый завтрак, далекое путешествие, его зовут Чебурашка, Чебурашку в зоопарк не приняли, работа в магазине уцененных товаров и «Дом для Чебурашки». Дома вы должны подробно пересказать текст по составленному плану. Давайте подведем итог. Сегодня мы еще раз поработали с рассказом Чебурашка, мы учились делить текст на части, придумывать название, выделять главную мысль и вспомнили, для чего же все-таки нужно составлять план. Ну а мы с вами прощаемся на сегодня. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»